Что вы думаете о последнем бою Александра Емельяненко и о его перспективах вообще? Я, к сожалению, не видел еще бой. Буквально несколько дней назад прошел. Мы созвонились с Сашей, он приехал в Питер и звонил. Насколько я знаю, он выиграл рассечение. Что можно сказать? Во-первых, ему противостоял боец, серьезный боец, Брагимин. Хороший боец, у него хорошая ударная техника, то есть сильный, тяжелый удар. Потом он хорошо чувствует борьбу, хорошая борцовская техника. У него мотивация была к этому бою. Он также провел много боев, были поединки в Японии. То есть у него багаж хороший, бойцовский. Поэтому соперник у Саши был серьезный, более чем серьезный. Ну, Александр победил, значит, он был готов, наверное, больше мотивации было. Александр вообще, можно сказать, он, на мой взгляд, это правда, он очень перспективный боец. И я думаю, он будет, то, что он сейчас не на вершине, не в топе. Это лишь, ну, такие припяти судьбы, я бы так сказал. Я уверен, что он будет на вершине. У него очень хорошие руки, быстрые, мощные. Он сам мощный от природы. Он хорошо борется. То есть он мало, он ничем не уступает тем бойцам, которые сейчас в первой пятерке ничем. Так просто получается, судьба пока, может, и к лучшему, кто знает. Так получается, что он пока не там. Но Саша, я думаю, у него все впереди. У него большая мотивация, тем более он это очень хочет. Плохо тренируется сейчас. И дисциплина, и самодисциплина у него в порядке сейчас все. Поэтому, Саша, удачи. И чем-нибудь буду помогать. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Почему вы так мало выступаете? Я говорил в интервью в прошлом, что последний год, к сожалению, набрал много... Как набрал? Те травмы, которые проходилось игнорировать, мелкие травмы, которые, несмотря ни на что, проходило стискивать зубы и тренироваться, чтобы находиться в обоине. Они с возрастом, с количеством накопленных вот этих травм, которые игнорируешь, они начали расстать хронически и так далее. То есть набралось много травм. Во-вторых, истощение было, я думаю, и психоэмоциональное. Поэтому я для себя брал период, полгода я тренировался, каждый день тренировался, держал форму. Но больше было направлено мое усилие на то, чтобы восстановиться, чтобы залечить травмы, отдохнуть морально и быть готовым физически. Поэтому сейчас я чувствую себя великолепно, у меня мотивация, желание драться. Поэтому я думаю, что эти полгода, которые я не выступал, они пошли только на пользу. И когда будет известна следующая дата боя, я буду уже набирать и проходить в пик. То есть вот такие причины моего отсутствия были. Я это не афишировал, я не собирался, я принципиально не говорил, что вот из-за травм я пока беру перерыв для того, чтобы это не было лишних поводов для разговора и так далее. То есть я сам для себя определил этот период и я, в принципе, выполнил ту задачу, которую стоял на этот период. А чем вы хотели? Кирилл. Спасибо.